Конгрессмены не против. Американские законодатели готовы предоставить президенту Обаме право использовать вооруженные силы страны в борьбе с террористической группировкой Daesh. Такой законопроект в Конгресс внесли демократы и республиканцы сразу от обеих палат парламента. Он может быть одобрен в ближайшее время, хотя президенту Обаме не нужно разрешение Конгресса. Американские военные уже ведут борьбу против боевиков больше года. США возглавляют антитеррористическую коалицию, в которую входят представители более 80 стран. Об этом мы поговорим с военным политологом. У нас в гостях Александр Перенджиев. Александр Николаевич, я вас приветствую. Ситуация, конечно, потрясающая. Больше года назад уже начали военную операцию, и сейчас вдруг опять подняли этот вопрос, который вроде был бы уже закрыт к тому моменту, что в Конгресс опять внесли. Почему так? Потому что надо смотреть с точки зрения политической. Первое, это на фоне разворачивающейся борьбы. Политической борьбы, вы понимаете, за какие кресла, прежде всего, в Соединенных Штатах Америки. Здесь как раз многие считают, что необходимо попиариться на этом фоне, на фоне борьбы сдаешь. И, безусловно, многие из конгрессменов именно это используют, этот мотив, как бы показать, что вот типа Обама там что-то там где-то чему-то мешает или препятствует. А вот мы, смотрите, вот как раз за то, чтобы уничтожить эту политическую организацию. Ну, а второй момент, наверное, более практичный. Он связан с тем, что декабрь месяц, и для того, чтобы в Соединенных Штатах Америки получить различные деньги из различных фондов, необходимо получить их, скажем так, на законной основе, на законной основе. Вот. И, безусловно, это тоже один из вопросов к распределению ресурсов или выделению ресурсов в следующем году. То есть, вот как раз и, я думаю, это момент более, так сказать, практичный, более важный. А бюджет у них, наверное, уже утвержден, нет? Ну, вы знаете, в том-то и дело, что бюджет утвержден. Я сейчас, я вам недавно сказал о фондах. То есть, различные фонды существуют. Вы знаете, Америка, страна богатая. Там много разных фондов, которые, так сказать, наполняются различными частными лицами, фонды частные. Но, чтобы потом получить деньги и отчитаться, нужны вот эти различные законопроекты о том, что вот необходимость их на что-то потратить. Вообще, хочу сказать, что для Соединенных Штатов Америки само понятие борьба с таризмом – это хороший, такой прибыльный бизнес. Вот. И они этим занимаются, ну, как принято считать, с сентября 2001 года. Вот. А заодно еще используют борьбу с таризмом как средство для укрепления своего геополитического положения в мире, для своего укрепления, вот, мирового, так сказать, лидерства. Вот. Как это делается, мы уже видели на примере событий сентября, опять же, того же 2001 года. После событий, значит, резко стали появляться военные базы по всему миру Соединенных Штатов Америки. А, кстати, многие из них резко появились вблизи самой России, да? Ну, скажем, например, вспомним ту же базу монастской визии. Ну да, но эта тема уже другая. Но смотрите, да, все-таки, если возвращаться вот к этому решению интересному, республиканцы, демократы буквально год назад раскритиковали такой же законопроект. Год назад. Сейчас что поменялось? Сейчас поменялось, можно предположить, то, что есть необходимость сработать на общественное мнение Соединенных Штатов Америки по поводу того, что сами вот законодатели готовы решимо, ну, или решительно, точнее, бороться с доившим. Но здесь еще вот вспоминается буквально на днях заявление того же самого Пентагона по поводу того, что это типа они, так сказать, перекрыли все каналы подпитки или там снабжения ДАИШ, вот. И вот именно все это прошло как раз в ближайшее время. То есть фактически все наши, скажем так, заслуги, вот, они решили приписать себе. Так вот, может быть, в этом и дело, что, да, уже видят, что Россия такие успехи совершает, и уже победа близкая, теперь нужно легитимизировать, что называется, их участие, и, если что, какую-то там долю в победе. В данном случае ничего нового, да? Вспомним историю Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты Америки вступили в войну, значит, Второй фронт открыли, только тогда, когда поняли, что Советский Союз способен победить один. Вот так и здесь поняли, что Россия сама может одолеть без помощи Соединенных Штатов Америки, и им это, так сказать, очень обидно, что это будет победа не их, понимаете? Как говорится, поражение всегда сирота, да, а у победы много отцов. Ну, смотрите, в любом случае, пока в данный момент, да, действия США на территории Сирии нелегитимны. Во-первых, да, там и у них свои внутренние проблемы с этим Конгрессом, но еще их и правительство Сирии не приглашало, и с Абвезом ООН это все не согласовано. То есть вот дальнейшие действия, как вы думаете, будут они дальше направлены на то, чтобы легитимизировать свое присутствие военное в Сирии сейчас? Или так просто вот пока попиарились, на этом и бросят? Я думаю, что вот как раз все так и будет, да. То есть главное сейчас пиар на этом деле, вот, самое главное сейчас именно то, о чем я говорил, получить деньги в следующем году. То есть, во-первых, зарезервировать их, так сказать, поступление, да. Второе дело, зарезервировать их получение, а в-третьих, ну, попиариться, чтобы получить определенные политические очки в занятии мест, так сказать, или удержании своих мест в Конгрессе. И, может быть, из тех кандидатов, которые сейчас рвутся, так сказать, президенты, также получить себе определенные политические очки, именно непосредственно получить аргументы, да, вот, в тех самых дебатах, которые сейчас будут идти. Ну, вы знаете, сейчас же видите, может быть, американцам-то, как вы считаете, им вообще интересен этот момент, вот, потому что Сирия где-то далеко, Америка, она, как бы, да, отдельно от всего мира, и вроде что-то там с трибун заявляют у них политики, но это где-то все далеко, так же, как и Украина. Или нет? Или для них терроризм это, как бы, задевает за душу, что называется? То есть, они слышат эти призывы и они слышат эти выступления, когда с трибун говорят, например, о террористах Дайш и так далее. Ну, дело в том, что вот вся эта война, которая происходит для американцев, она происходит в телевизионном эфире. Я вам здесь, в качестве примера, привел бы тот же самый американский фильм «Плутовство. Хвост виляет собакой». Там это все как раз четко показано. Давайте быстренько резюмируем, у нас уже не так много времени осталось. А резюмируем только одно, что все это используется как информационный повод для давления на общественное мнение, для получения как материальных, так и политических дивидендов. Вам огромное спасибо. У нас в гостях был военный политолог Александр Перинжиев.